Это зомби вегас. Сегодня у нас might and magic 10 и мы продолжаем наше путешествие. Проблема произошла в том, что при получении квеста, который я пытался получить на паладина, нам требовалось навык, который называется восприятие. Учитывая, что у меня все персонажи с навыком восприятия абсолютно не дружат, то получается, что я не смог получить квест на паладина и поэтому то, как я его проходил, я думаю, что я покажу потом и на самом деле просто покажу, как заканчивается этот квест, потому что на самом деле я почти все прошел, но без концовки это получается достаточно абсурдное прохождение, там не так много всего, но концовка, в которой мы не получаем квест паладина, это весьма грустно, поэтому я решил пойти дальше по сюжетному квесту и вот мы спускаемся в подземелье карталя канализации. В канализациях мы должны найти важных МПСов, в том числе МПСов, которые должны помочь нам получить одно из благословений, это все очень важно, поэтому на самом деле у нас особых-то и опций нету. Видите, у нас уже к этому моменту накопилось огромное количество золота, у нас уже в принципе я взял себе наемника в виде лошади, поэтому у нас теперь все добро хранится на этой страничке, что очень даже удобно. Поэтому мы освободили место для более таких менее важных, точнее менее важных вещей на первой страничке, которая будет всегда под рукой. И смотрите, давайте сразу же начнем с прокачки. Дух, это количество муармы сюда, а это все остальное уже, а вот телосложение еще. Давайте на самом деле, кстати, я начал качать телосложение вот этому бойцу, потому что его нещадно убивают. Я решил, что нужно им немножко апнуть хп, потому что он как раз отвечает нас за хилл, и мы начинаем двигаться. Давайте сразу же возьмем наш супер скильчик. А, стоп. А, у нас кончились свитки на разведывание дверей. Ну ладно. Так, кто-то, видите, они немножко забаганные, это вследствие того, что я на самом деле думаю, что этого спальчика будет хватать. Здесь у нас, кстати говоря, подождите, у нас, если не ошибаюсь, я начал магию, подключать магию льда. А, ну, собственно, да, у нас есть вот этот вот скилл. И вот еще скилл, да, все, окей. В таком случае продолжаем просто. Пока постреливаем потихонечку, понемножечку. Да, кстати говоря, не самые слабые противники. Так, здесь можно дефнуться. Так, отлично. Отлично, бафаемся. Ой, эти, эти травы. Это нечто ужасное. Ну ладно, на самом деле, я думаю, что сейчас... Ой, бафнулся, ну ладно. Это не страшно. Давайте здесь кидаться, здесь бафаться снова. Массовый хилл на одного нам пока не нужен. Просто пробавкаем еще разик. Так, хорошо, можно молнию дать. Точнее, лед по всем. И физикой уже сбить их. Так, самое время, на самом деле, использовать наш супер-скилльчик. Который выглядит вот так вот. Раньше я его держал в киновом соте, но учитывая, что он, на самом деле, не самый ценный для нас, то... Мы можем обойтись без него в киновом соте, потому что... Видите? Противоядие нам нужно очень редко. Обычно, если нужно, то ихнуть его таким образом не составляет никакого труда. Так. Ой, я что-то на радость всех забрал. Колечко. Колечко, это круто. Как говоря, у нас есть... Я взял только что баночку, которая идеально подойдет моей паладинже. Отлично. Идем дальше. Так, смотрим. А, получается, что это... Ха-ха-ха. Мы вышли ту же канализацию карталя, в которой мы уже были. Судя по всему, мы сейчас найдем проход, который нам откроет путь. Именно в... Именно в ту локацию, с которой мы должны были прийти. Вот здесь вот. Итак. Ну уже. Не? Ну ладно. Хорошо. Думаю, оно еще откроется. Скорее всего, со временем. Может, как-то рычаг еще. А, вот, собственно. Вот, скорее всего, это он. Так. Да, очень похоже по звуку. То есть, таким образом мы связали себя, и мы можем отсюда быстро выйти в локации там, где... Возле пляжа, грубо говоря. Хорошо, но... Это чисто так. Это чисто опциональное движение. Маршрут. Нам нужно двигаться немножко в другом направлении. Вот сюда, на второй уровень. В котором, как вы помните, мы уже были на втором уровне, но... К сожалению, у нас не получилось тогда что-либо там сделать, полезное. Потому что... Там не было прохода. Элементарно дверь была закрыта с другой стороны. Я вижу здесь... Ага, все, карта проявилась. Все в порядке. Здесь... Ага, основа эти. Ой-ой-ой. Серьезно, заявочка. Давайте массовый спельчик. Вот эти сразу же сжигать. Угу. Ой-ой-ой, это вообще бомба. Резня для этой ситуации. Хорошо, кстати. Зашло. Думаю, теперь этих надо бить. Отлично. Паучок погиб. У нас дело в том, что у нее скиппосилка такая, что если она кого-то убивает, у нее еще одна атака. Из-за того, что она убила несколько персонажей подряд. Все получилось просто отлично. Давайте. Бафнем вот так вот. Вот так вот. Я думаю, можно какую-то обычную атаку. Добивает. И здесь уже. Все. Блин, вообще классно получилось. Я очень рад тому, что мы прогощали эту героиню как следует. Потому что она, как видите, уже может. А почему мы еще не можем продолжить? Кто еще живой? Все же умерли. А-а-а. Ой. Это что такое? Выглядит страшно. Давайте. Растопаемся. Сейчас, наверное, даже банку лупим. В испуге. Потому что это может быть реально опасно. Это босс? Оказалось. А, это не босс. Это что-то очень несерьезное. Так, нам нужен массовый хил. А на массовый хил не хватает. Давайте просто хильнем вот так вот. И добавим еще сверху хил вот такой. Отлично. Эй. Эриси. Эриси хитрон. Звучит, конечно, так себе. Отлично. Качаем. Так, я вот начал уже комбинировать. Что-то брать телосложение. Потому что у всех героев начинаются просадки ПХП. Ситуативные. Поэтому я начал больше делать упор. Сейчас криты и так постоянно происходят. То есть это факт. Нам сейчас нужно усилиться, чтобы дамаж был выше. И кроме того, чтобы выживать. Так, вот это вот вообще нам must have просто. Кроме того, уклонение, конечно, тоже важная штука. Но сейчас важнее вот грандмастера получить там. И продолжаем по уклонению. Должно получиться классно. Немножко отдохнем. Так. А, это я, получается, пытаюсь получить ПРФУ. И там нам сказали, что нужно подождать день. Но на самом деле у нас нет, я думаю, магистра тайных искусств. Поэтому это все такое дело. Нам сейчас нужно скорее получить магистра по... Этому... Грандмастера по двум рукам. Потому что это более важная штука. Белая жидкость, по-моему, магическая какая-то штука. Восприятие. Да, собственно... Это то, что я пытаюсь прапать. Но у нас у всех, на самом деле, скилл около 8. И получается достаточно абсурдно. Потому что мы попросту не можем ничего сделать. В плане, кто я стану паладина? Зо. Меня зовут Томоцу. Вас прислал черноклык. Вы хотите меня убить? Давайте, я не боюсь вас. Судя по поражению ваших лиц, вы не понимаете, о чем я говорю. Вам же лучше. Мне не приходится... Мне придется вас убивать. А, это какой-то мастер. Так, слухи. Слухи, это неинтересно. Интересно только какие-то сюжетные твисты, повороты и все такое. Я думаю, что здесь, на самом деле, еще, возможно, откроется дверь. Пока и не нужно с ней сделать. Поэтому пойдем по стандартному боте. Так, это пить нельзя даже. На самом деле, такая себе тема. Так. Что-то интересное. Какой-то граффити здесь. Я уже слышал, что наши друзей, которые ждут нас, снова изменения были. Трущобы, а вот туда, как упасть, нельзя. А, там, это непроходимая зона, чисто для антуража. Ладно. Идем в трущобы. А, там, получается, вышли в другую часть трущоб, которая была ранее недоступна. О, черноклык. Давайте сходим. Так, этот парень предлагает нам обучиться уклонению. Мастер мистицизма у нас таких нету. Ух ты. Мы спросили у него, есть ли у него что экзотическое. И пишет, он говорит, я вижу, вы знаете толк в товарах. У меня есть часть для него каменного диска. Она была украшена, хотел сказать, найдена. Я понял, украдена. Найдена искателями приключений, такими же, как и вы, сто лет назад. Много лет назад. К сожалению, две другие части диска были утеряны. Отлично, нам этот диск нужен для одного из квестов в будущем. Поэтому берем. Так, и давайте разберемся уже по каменному диску шантирую. Сколько у нас не хватает. У нас пока только один получается, да? Нам нужно, если я не ошибаюсь, три. Ладно, это потом. Давайте сейчас торганем разик. Глянем, что здесь продается. О! Да, это интересно, кстати говоря. Ой-ой-ой. Все магии. Десятка. Это хорошая вещь. Очень хорошая. Ладно, по итогам мы купили самые важные вещи. Буквально парочку. В частности, купили новый посох этому бойцу. Чтобы он мог уклоняться получше. И, в принципе, все остальное. Это, может, чисто такие символические вещи. Давайте глянем, что это за братва. Судя по всему, не активная. Потому что с ними пообщаться нельзя. Дело в том, что в игре так сделано, что... Если не можешь стать против персонажа, значит, с ними общаться нельзя. И это не имеет никакого смысла. Ага. И спуск вниз. Да, хорошо. Только давайте сначала глянем, что здесь. Здесь, по-моему, есть. Нет, нету. То есть можно спускаться вниз, не думая о том, что мы что-то забыли сзади. Так, есть дорога сюда. Есть вот какое-то интересное место и тут. Вот, стекан. Оно какое-то странное, это место. А, это, получается, на карте показывается уровень ниже. То есть мы вот можем здесь пройти дальше. Наверное, спуститься вниз. Хорошо. Это кто такой? Что-то за приятная дама. Непонятно. Такая интересная местность. Так, все. Хаотично разбросано. Немножко. Самая малость. Ё-моё, ну и маршрут. Если нас откроем, мы ли здесь проход так, чтобы мы могли вернуться, ну, прийти сюда быстро через, из той части города. Здесь нужно будет каждый раз так по-страшному придвигаться. Так, я понял. Дружелюбный паучок. Я тут думал. Сейчас что-нибудь прокачаем, а вместо этого, что я вижу? Страх и ужас. Этот парень здесь реально приунывший. Что ж, парнишка, не поезда тебя. Так. Я вижу, что там мы нашли таверну какую-то. И вот мы пришли в место, где мы соединяемся, в принципе, с основной картой. Но прохода, судьбой всем, нету. Впрочем, как и торговца здесь тоже нету. Ладно. Ага. Так, стоп. Надо тогда вернуться, посмотреть, что там есть в таверне, потому что, как видите, здесь очень такая запутная карта в плане поворотов. Даже, наверное, не перевели. Нет, отдыхать не будем. Ребята не очень дружелюбные, так что, я думаю, можно двигаться дальше. Ничего хорошего, маятники не набились, просто посмотрели, что можно делать вообще у них. Так, вот мы нашли выход обратно сюда. Угу. То есть, у нас соединились к локации, и вот, наконец, мы нашли какую-то локацию более интересную. Я понял, это бывает такая штука. Ага, Саид, это... А, это персонаж, который нам нужен, отчасти. Здравствуйте, я не ждал гостей, что вам угодно. У него доброжелательный голос, но в глазах сквозит подозрение. Хватит утверяться, Саид. Да, это часть здания наверховного друида. Я понимал, что рано или поздно моя маленькая тайна будет раскрыта. Ну и ладно, карта линия уже начал надоедать. Мы еще с вами встретимся, герои. Малик начинает читать заклинания, и до того, как вы наносите удар, он исчезает во вспышке в памяти. Несмотря на то, что Малику удалось сбежать через врата Инферно, он вынужден был бросить одно из своих наиболее ценных приобретений. Последнюю копию Города Раэль. Запрещенные книги, в которой рассказывается о ритуалах вызова демонов. В этом моноскрипте, заключенном в человеческую плоть и написанную кровью, описываются странные похоронные ритуалы и заклинания для вызова демонов. Само его существование бросает вызов творению Асхи. Такую штуку мы нашли. Давайте глянем, что у нас по квесту на друида. Вот, это книга, которая нам нужна для получения верховного друида. Я, честно говоря, не помню. Точнее, не знаю. Красная жидкость, если я помню, сила. Давайте. Сопритемление действия магии огня. Ну да, это логично. То есть там два варианта было. И получается, что, возможно, мы сможем получить квест очень скоро. Ну, это мы, скажем, мы посмотрим уже очень скоро. А пока что давайте посмотрим, что еще мы здесь забыли. Потому что, на самом деле, что-то мы точно не посмотрели еще. Как минимум, вот здесь я вижу. Хотя там нет прохода. Так, ладно, я поищу. Так, как выяснилось, мы могли сюда пасть ранее. Просто я очень был неумевательный. Поэтому мы не прошли сюда с самого начала. Я просто, на самом деле, не пропустил, что здесь есть проход. Я думал, что здесь закрытая локация. Ну, это, на самом деле, даже к лучшему, возможно. Потому что я изведал канализацию, в которую он мог так просто проигнорить и не пойти. Что у нас здесь? Библиотека тайных знаний. Итак, лучшие заклинания. Ничего. Ничего. Эх, не то. Ничего. Ну, в принципе, вот это заклинание, оно и полезное вроде бы. Но, честно говоря, обычно просто идешь убивать противников. И, на самом деле, не так уж все и нужно. В плане того, что не так уж нужно знать про то, где они находятся. Поэтому здесь, я думаю, что мы пропускаем. У нас нету мастера магии и тьмы. Вот их что это за парень. А, этот, который, наверное, определяет вещи. Нам так и не нужно, на самом деле. Мы сами скоро сможем определять вещи. Поэтому специальный специалист нам не нужен для таких целей. Так, ну, пока мы уже ходим по воде. Ой, так оказывается, я могу вообще здесь пройти. Так, хорошо нашли. А, вот, еще какой-то интересный персонаж. Я такого не видел. Заноток бойл руками, честно говоря, на этом этапе это очень поздно. То есть, я не знаю, даже кто может к этому этапу еще не прокачать этот навык. Так, что это значный юзерс персонаж, получается. Так, ну что ж. Получается, по сюжетному квесту мы не сильно продвинулись. Но мы получили нужную вечную для получения квеста на друида. Поэтому сейчас я покажу вам, что там есть. И параллельно я пробегусь, прокачаю у мастера скилл, который необходим этому герою. А именно магистра бойл двумя руками. После проверки вещей, которые мы нашли, внезапно оказалось, что одна из них это эпик перчатки чернокрыла. Поэтому сейчас будем, собственно, находить того самого бойца, который будет их носить. Я думал, что вот это вот хлам полный. Поэтому можно надеть пока на это все дело нашему друиду. А потом глянем, что из этого получится. По дороге я обнаружил тонетственную крипту. Ну, как бы упустить шансы, не проверить, что это такое. Очень сложно. Ага. Как оказалось, нужно было просто найти комбинацию. Каждый раз, когда нажимаешь две кнопки разные, если они делают комбинацию, то открывается какая-то новая часть пола. Сейчас я вам покажу, например. То есть методом пробы ошибок. Вот таким вот образом. Уничтожая потихонечку все больше и больше стен, мы уничтожаем все вот эти препятствия, которые есть на карте. Под некоторыми из них лежат еще кнопки. И таким образом мы постепенно открываем все больше и больше этой эвакации. И судя по всему, в конце будет сундук. Сейчас посмотрим. Еееей. Наконец. Не знаю, что это. Тут есть электромогучиство, что уже неплохо. Давайте сразу же выпьем его нашей главной героине. И продолжаем путешествие. Воу, воу, ребята. Я связался с чем-то очень страшным, серьезным. Это Пушок. Кстати говоря, только что заметил, что я могу уже убивать этих забаганных персонажей, которые у нас появляются на карте. Но Пушок выглядит достаточно устрашающе. Надеюсь, что мы справимся. Но я в этом пока не уверен, на самом деле. Очень даже не уверен. Так, ну я думаю, что, учитывая, что у нас есть еще ударчик. Так, ну, первый выход Пушка оказался не очень страшный. Надеюсь, что остальные окажутся такими же. Ой, Пушок. Ты знаешь, Пушок. Такие вот фейлы в виде промахов. У-е-е. Нам даже дропнулась с ним овечка эта. Ну, я понимаю, что это волк, но... Кольцо служителя, серьезно. Где он его носил? Я не буду спрашивать. Пусть останется загадкой. Что ж. На самом деле, встал такой момент, когда нужно решать, кому качать восприятие. Он отвечает за точность удара. Честно говоря, учитывая, что этим оно не в тему. А вот у этого персонажа и так хватает, что качать. То я думаю, что, наверное, царевым восприятием у нас будет все-таки наш крестоносец. Немножко точнее будет бить. Тем более, она, собственно, и есть паладин. Ей это нужнее всех. Так, так, если посудить. И, кстати говоря, смотрите. У нас хватает уже, да, хватает для мастера тяжелой брони. Это круто. Игрой будущий танковый. Что не может не радовать. Давайте смотреть, что еще вот есть. Так. Какой-то маршан, который ничего не хочет нам делать. Я вижу, что я, благодаря тому, что я сюда собрался, появились новые локации, которые можно изгадать. Это круто. Если говоря, можно теперь с этими бороться. Активно. Так, надо успеть спрятаться. Надеюсь, успею. А, они разделились на два отряда, получается. Ну ладно, давайте. Для уверенности спрячемся за углом. А тут же бахнемся. И будем ждать удара. Давайте, ребята. Так, это, по-моему, одиночные, да, вот это на всех. Ударчик. Не, вот не серьезно, ребята. Какие-то. Я думаю, те часами подойдут. Маги. Да, подходят. Некоторые решили почему-то драться в базы хода. Давайте понизим кому-то армор сразу же. Вмажем его физикой. Ну и, кстати, мы уже справимся запросто. Сам бит на фоне того, что мы еще недавно умирали от них за буквально пару тычек. То это очень приятно, что мы можем их убивать вообще спокойно. Что это за место? Да ладно, неужели это... Это не активное место? Серьезно? Вот это я удивлен. Так. Что за засада такая неожиданная? Не ждал. Игра, ты меня удивляешь. А, там еще целый отряд. Вот такие-то вообще молодые бойцы. Понимаете, с которыми мы уже сражались, то на самом деле... Это не выглядит сушаршающе. У них даже... Почему у них... У них даже... Этот... Восприятие... Что я творю? Ладно. Белое это восприятие. Все, нужно запомнить. Хорошо. Дело в том, что у этих форгов как будто даже... Ну, эта полоска хп была меньше, чем у остальных. То есть он как бы указывал, что с ними что-то явно не так. А, это получается мы выбрались в то самое место в начале игры, в котором мы не могли пройти раньше. То есть мы на самом деле сейчас себе упростили жизнь капитально. Потому что мы связали несколько мест важных на карте. И теперь сможем все это оперативно пробегать без лишних кругов. Потому что раньше это просто было такое место, в котором мы не могли пройти. О, кстати, новые персонажи. Опа. Отлично, нам дали чай, которого у нас не хватало. Ей. Отлично. Это мы сможем в этом городе новом, в картале получается, мы сможем выполнить квест. Давайте купим припасов больше. Отдохнем, наверное, даже сразу же. За двадцатку можно. Предсказания, судьбы и советы. Давайте советы. Тот, кто может стать магистрами... Тот, кто может сделать вас магистрами изначальной магии, спит на вершине башни. Я кое-что знаю о вашем будущем, но еще не время рассказывать о нем. Вернитесь ко мне, когда ваше путешествие закончится. Звучатся вещи. Ну, давайте. Вернемся еще, конечно, вернемся. Что нам делать? Так, у нас бафчик, как ты говоришь. Неплохой бафчик. Вот это как раз бафчик, который нужен по-хорошему, чтобы получить паладинский... паладинскую профу. Но это чуть позже. Пока еще мы не готовы. Пока еще мы совершенно не готовы. Пока нам нужно пробежаться немножко здесь. Сейчас я, наверное, пробегусь. И покажу вам уже, собственно, по поводу дрейда. Что мы там можем, не можем. Хотя он... Подожди. Тут еще есть теплые враги, которых нужно победить для начала. Есть сундучок даже. Интересный. Интересненький сундучок. Ну, видите, золота мало. То есть, грубо говоря, это достаточно низкоуровневая локация. Интересно, что будет в той локации, которую я пометил в 25+. Там, где враги мне показались, но очень сильными. То есть, в принципе. Может оказаться, что там очень даже сильные враги. Вау. Моя майнд. Да, я согласен. Особоумие. Кажется, мне что такое было. Есть массовый дебаф. Но есть же у этого, по-моему, бойца какой-то дебаф хороший. Так. Так, 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 так. Давайте искать. Бегущий рычей это антипаралич. Значит, у этого. Просто помню, что был какой-то дебаф хороший. Вот, проклятие. А, это не проклятие. То есть, получается, грубо говоря, нам нужно все-таки, чтобы снять, нам нужно использовать снадобие. Ладно, давайте используем. Так. А, он сам на себя не может, типа? А, все, все, я понял. Почему-то не срабатывало просто. Ну что ж, давайте. Болкнулись по максимуму. И готовы принимать бой. Они прям толпой залетели. Ну давайте, ребята. Смотрим, на что вы способны. Не-не-не-не. Какой они прокатят. Да, они все-таки, на самом деле, все еще бьют нехило. Но у нас уже есть инструменты борьбы с такими ребятами. Так, сзади никого нету. Так что это самое главное. Давайте здесь, наверное, бафнемся. Вот здесь еще раз, еще раз. Будем бить физикой. Да, темномагия, конечно, сильная получается. Очень даже сильная. Но нам хватает сил, чтобы их убедить. На самом деле, можно физикой закончить, уже их мало осталось. Какие-то волки необычные были. Это волкодавы были. Оказывается. Оказывается. Это были волкодавы. Так, у нас темно, страшно. Поэтому делаем свет и поехали. Посмотрим, что это за башня. Могли... Башня загадок. Ну, идем. Хочу. Очень хочу войти в подземелье. Очень хочу загадки. Уже место выглядит зловеще, поэтому я надеюсь, что здесь интересно. Они летают. Один. Так, запомнили один. Один. Пять. Один. Пять. Окей. Четыре. Ноль. У нас получилось один, четыре, пять, ноль. В каком порядке? Это нужно уже подумать. Помыслить логически. Я думаю, что, скорее всего, в любом случае, получается или один, пять, четыре, ноль. Или ноль, четыре, пять, один. Давайте пробуем эти комбинации. Может быть, сработает. Ноль, четыре, пять, один, сработало. Отлично. Мы прошли на второй уровень. Получается, что нужно было идти либо с лево направо, либо с право налево. Я пробовал обе комбинации и сработало. Комбочка. Давайте смотреть, что на втором уровне башни загадок. Первый тупик. Загадочное место. В плане того, что вроде бы ничего и нет, но тоже должно что-то быть. Так, судя по всему, здесь цель. Да, я понял, это классическая игра. Нужно зажечь все огни. Сейчас сделаем. Так, всеми правдами и неправдами удалось это все пройти. Нужно было зажигать ячейки. Ячейки зажигаются. Когда ты на них наступаешь, которые по средству теряют соседа или загорают. То есть нужно было правильную комбинацию найти. Честно говоря, немножко тяжело было. Но все решилось. Что это за комната? Найс. Это была хорошая комната. Мне уж понравилось, правда же. В этой комнате, судя по всему, нужно прощупать правильную комбинацию. Там проб и ошибок получилось пройти. Получается. И с этой стороны получается маршрут выглядит вот таким образом. Вот. Я просто пару раз горел, потом чисто интуитивно запомнил, где ловушки, и я смог это пройти. Да, так вот, мы вернулись сюда. Идем дальше. Надеюсь, все эти загадки стоят того, и в конце мы получим что-то хорошее. Телепорты. Что за? Что только что произошло, я не знаю, но по ленте Q уровень. Поэтому, судя по всему, мы все сделали правильно. Такое загадочное здание, на самом деле. Темно-синяя жидкость. Давайте по вот этому. Магия. Неплохо, на самом деле. Так. Опа. Это же сокровище. Так. Посох классно выглядит. Мне нравится. Мне кажется, здесь есть, наверное, загадки. Да, я имею в виду, что сокровища скрытые. Но, к сожалению, у меня нету нужного предмета. Предмета. А именно, свитка. Увы и ах. Ух ты. Аламба испускает мощную ауру магии. Давайте ее потрем. Ну-ра. Ага. Я понял. Это героиня, которая обучает изначальные магии. К сожалению, у нас нет таких ребят, которым как раз это нужно сейчас. Так бы могли воспользоваться. И с большим приудовольствием, большущим удовольствием просто прокачать. Я думаю, здесь, наверное, тайнички есть. Но, к сожалению, нечего вам открыть. Просто нечего. У нас нет темной магии. Есть только магия света. Магия воды. Магия земли. А вот темную магию никто не учит. И не может выучить, к сожалению. А жалко. Так что, кто еще не играл, кто будет начинать, то советую хотя бы одному герою взять темную магию. Потому что пригодится. Что ж, судя по всему, это все в этом подземелье. Да, тут без этого, без тайничков мы уже, по идее, ничего не найдем больше интересного. Так что нам остается только вернуться обратно и проходить дальше. Так, на хнест мы собрали пять чаев. Отдадим этому парнишке. Вы нашли в себя сортов. Чудесно. Слушайте, я мало что могу предложить, но, пожалуй, возьмите эти зелья. Я уверен, что они вам пригодятся. Спасибо. Говоря, отмечу, что у нас есть элисир могущества, среди прочего. Поэтому, я думаю, отличное, то, чтобы восприятие пошло в гору быстрее. Чтобы быстрее получить паладина. Потому что, на самом деле, это очень приятная вещь. Очень важная. Можно повысить здоровье и ману за счет этих свитков. Давайте, наверное, капнем здоровье этому бойцу. И вот этому немножко. По мане, я думаю, все отдадим этому. Потому что им очень надо, чтобы можно было два раза кастовать резню. А по резистам на 1%. Коуф уже всего у этого. Наверное, вот этот вообще какой-то бедный парень, у которого все плохо. Отлично. Давайте качнем нашего мага. Максим силу магии. И здесь у нас он уже почти вместится на доверие до ума. А что дальше качать, под чем вопрос. Можно, конечно, прокачать еще магию и света, чтобы был еще один рез. Мне кажется, это не очень резонно. Лучше уж тогда доспехи прокачать до средних. Средние получше. И одевать их. Я думаю, что здесь они не будут мешать магии. И таким образом мы сможем адекватно пользоваться магией. Даже на себя хорошие доспехи. Которые дают немножко больше армора. И будут позволить немножко лучше выживать. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Надеюсь, эта авантюра обрадает себя. И зайдет очень хорошо. Давайте также здесь опознаем вещи. О! Мне это нравится. Одна ручь изготовленная шиноби. Знаменитый монахин и мастером боевых искусств. Так, а посох чей? Старшим архимагом изготовлен. Угу. Посох, скорее всего, этому парню пойдет. Шанс крита, конечно, у него невысокий. Но я думаю, в любом случае, он будет более профитный для него. А вот, что касается наручи. Если это боевые, то, наверное, скорее всего. Скорее всего, вот сюда. Да, здесь такое что-то. Протестируем. Надеюсь. Так, приехали. К нашему будущему магистру. У вас получилось. Средни из этой книги помогут мне выследить Иргалу и отдать его в руки правосудия. Вы хорошо подругились и заслужили право называться верховными друидами. Отлично. Что это нам дает? Давайте посмотрим. В первых, возможно, у нас прокачались вещи, которые мы новые взяли. Оу, перчатки дают уклонение. Очень высокий показатель. Давайте, наверное... Хотя можно, на самом деле, его отдать кому-то, кому нужнее. Я вот думаю. Вот он и так, коненья, очень высокая. Ладно, я еще подумаю про это. Давайте глянем, что дают посох. Вселение магии усиливает. Оу, и качается очень быстро. Да, это, несомненно, очень хорошая вещь. Я думаю, что, возможно, даже стоит поменяться здесь посохами. Надеюсь, тогда уже это даем. Хорошо. По перчатке. Рукопашная атака и восприятие. Восприятие, кстати! Оу, это вообще бомба. Оу, это тоже перчатки, получается. Ну, тогда я думаю, сюда оденем вот эти, потому что все-таки атака. Я думаю, в глобальном плане, это перчатки очень хорошо помогут. И у него физика будет сильнее, и получится крит сильнее. Вообще бомба. Ну, а тогда это пока останется где-то, где-то лежать. Ждать своего часа. Это вообще без перчаток почему-то. А, я, да, я лишил ее. Его. Ладно, пусть будет удача. Почему нет? Хорошо, щит солнца прокачался. Давайте глянем. Вот щита от проклятия теперь хорошая. Так, ну, должен сказать, что очень хорошие вещи у меня на самом деле уже так накопились за время игры. И давайте глянем, что еще надоет, собственно, друид. Сам по себе. Так, заклинание. Вы успокаиваете всех врагов. Вас будут атаковать только те враги, которые находятся вокруг отряда. Создает ауру вокруг отряда на 4 хода, которая каждый ход восстанавливает кучу здоровья персонажу с самым низким количеством здоровья. Классная вещь. Классная. Я думаю, что даже можно, наверное, куда-то это впихнуть. Быстрый свод. Я думаю, что куда-то вот сюда. Будет в самый раз. Да, на самом деле, очень неплохо получилось. Давайте качнемся теперь по скильчикам. По скильчикам качнемся следующим образом. Здесь прокачаем, я думаю, чуть больше телосложения и магии. А здесь... Здесь надо еще подумать, на самом деле. Нет. На самом деле, был план на игру. Если не ошибаюсь, он включает себе прокачку изначальной магии до знатока. Но это не точно. Что я еще подумаю по этому поводу. А по этому герою тут все достаточно понятно. Единственное, что нужно накачать тученька до знатока, тогда мы сможем надеть луки, которые будут давать неплохие бонусы. Кроме того, есть один из них эпичный. Что неплохо. Поэтому давайте, наверное, сейчас ударимся в это. Потому что, в принципе, по живучести у нас все очень даже хорошо получается. Мы выживаем отлично. И все, на самом деле, на этом. Пока все. И продолжаем шествие. Так, ребят. В ходе путешествия я таки получил квест на паладина. На самом деле, к сожалению, показатель вам не получилось. Потому что этот квест я проходил ранее. Но для того, чтобы пройти последний этап задания, нужно было высокий уровень показатель восприятия. Который позволял мне открыть вот эту вот локацию. Нажать на кнопочку. Дело в том, что на этом этаже, на втором этаже проклятых развалин, которые находятся на карте мира, недалеко от первого города. Дело в том, что здесь нужно было высокое восприятие. И я не мог пройти дальше. По замку, по этому помещению мы пособирали свитки, которые нам показали, что вот этому вот призраку нужен камень. Который мы, собственно, и нашли до него. Который мы купили в городе. Это камень. А слово логийское, если бы точно. А что касается задания. То здесь нужно было побегать, нажимать эти кнопочки. Кнопочки были остальные, кроме этой, разбросанные были по всему этажу. То есть нужно было просто поубивать здесь стражников. И нажимать кнопки. И параллельно пособирать свитки по локациям, которые находились вот здесь. Например, вот такие вот свитки мы собирали по этой локации. Получили квест. Получили звание паладина. В результате чего мы получили два навыка. Это, во-первых, полное исцеление за всю ману. И второе, это то, что мы можем бафнуть оружие на урон светом. Таким образом, на данный момент мы уже получили три профы. Что очень неплохо. И продолжаем двигаться по сюжетной линии. Итак, благодаря тому, что мы пообщались в таверне с таким СНПСом, мы узнали, что путь к Хамзе, персонажа, который ему нужен, лежит через вот этого вот торговца магии. Мы узнаем, что она нам скажет по этому поводу. Возможно, она нам поможет. Так. Если вы сделаете первый шаг, судьбу уже не изменить. О, вы хотите посмотреть особые товары, тогда пройдите за мной в погреб. Е-е-е, Хамза. Я вас слышал. Вы искатели приключений Джона Моргана. Не знаю, как вы меня нашли, но если вы хотите выбраться отсюда живыми, то должны назвать очень убедительную причину, по которой вы хотите меня видеть. Значит, вы спряетесь вытащить флагара из-за стенков Черной Стражи? Немало моих парней гниют в этих проектах стенок. Я-то слишком приметен. А вот у вас может получиться. Вы работаете над Джона Моргана. Пожалуй, вам можно доверять. Если бы мы решили вымиться в логово Черной Стражи, нам понадобились бы кое-какие вещи. Во-первых, нужно раздобыть ключ от закрытой части канализации, проходящей под заданием. Сейчас он у одного из капитанов, Тирона. Найдите Тирона и заберите у него ключ от канализации. Еще понадобится информация о границоне и патрулях в штабе. Тут можно было бы обратиться за помощью к Чернокрыллу, но есть опасения, что они многого потребуют взамен. Когда справитесь с этими двумя задачами, разрешите меня, и мы вместе придумаем план. Ух, наконец-то наши квесты продвинулись. Ежи. Так, мы нашли Каспара. Темное проклятие. Болезнь, которую никто не может вылечить. Если будет на то воля Асхи, я помогу вам. Отведи меня к пациенту. Это получается по лечению... По лечению Крэга получается, капитана Крэга. Давайте все перевложим тогда в рюкзак, раз такое дело. И возьмем его с собой. Переодиться, я думаю. Итак, здание соучастники. Когда-то Черноклык и Черная Стража были не разлива, да. Но их заигрывание с тюрьминским волком плохо сказывается в нашем бизнесе. В наших долгосрочных интересах освоить город от их влияния. Поэтому я помогу вам пробраться в их штаб. В обменную информацию я прошу вас об одной маленькой услуге. Корабль под названием Солнечная Кабарга пропал несколько дней назад к северо-западу отсюда. У него в тюрьме был сундук, принадлежащий Чернокрылу. Я хочу, чтобы вы узнали, что случилось с кораблем. Нашли сундук и вернули его мне. Хорошо. Хорошо, все сделаем. Итак, ребята, судя по всему, мы нашли то самое место. Да, Солнечная Кабарга. Тот самый квест, который нам нужно было сделать. Давайте пытаемся найти сундук Чернокрыла. Я смотрю, здесь есть защита. Книжечку пролистаем, кому интересно. И движемся. Так, что у нас тут? Судя по всему, слабые противники на самом деле. Должно быть, по крайней мере. Можно бафнуться. А, они в ближний бой хотят. Ну ладно, давайте. А, не получается. Я понял, в следующем образе они пока. Давайте, поставляйтесь уже. Они загадочно отыгрывают на самом деле. Не понимаю, что мешает им встать в одну клетку. Почему-то они не хотят. Что с этим персонажем и так, я не понимаю. Так. Все, хорошо. Отдохнем даже разик. Чего ж там церемонятся, правильно? Так. Те же мои сокровища. А вот, смотрите, какой-то чувак. Кто еще выглядит? Слава себе, Толеррата. Наконец-то кто-то пришел. Что случилось? Мы отплыли из Нилсфена. Месяц назад. Но когда поплыли в картале, узнали, что порт закрыт для повстанцами. Наш капитан решил переждать здесь, в надежде, что все быстро уладится. Но однажды ночью на нас напали Наги. Один из моих приятелей... Не при... Однажды ночью на нас напали Наги. Один из моих приятелей пробовал сдаться, но Наги все равно его убили. Они сказали, что приносит его в жертву какой-то затопляющей. Я выжил лишь потому, что мне удалось спрятаться среди бочек с яблоками. Что случилось с грузом? Все, что они посчитали бархлом, они выкинули за борт. А все остальное забрали. Я слышу, что они упоминали место под названием Каменный Череп. Вероятно, там у них логово. Я думаю, они где-нибудь на берегу, к западу отсюда. Это все, что я знаю. Большое спасибо, что спасли меня. Ага, вот. Помню, Наги что-то говорили, что для ухода на их базу нужен пароль Меч Рыба. Отлично. Я уже находил это место, то есть нам нужно пробраться теперь туда. Хорошо. Так, что вы понимали, вот здесь был корабль. Вот здесь уже Каменный Череп. Мы здесь уже очистили, вы помните, в одном из предыдущих выпусков. Осталось только ввести пароль, и мы сможем пройти немножко дальше. Сможем пройти и разобраться, кто же, где же, где же наше сокровище. Так, заберите чуть-чуть сундук. Благодаря, у нас уже есть пароль. На самом деле, в теории, если я его знал, смотрел где-то еще как-то, то мог бы и раньше в теории найти этот сундук. Интересно, как бы тогда в таком случае было. Давайте вводить. Так, Рыба. Меч. Ой. Меч Рыба. Еее. Мы входим. Я вижу, там какой-то босс, судя по всему. Да, я думаю, здесь надо было подраться хорошенько, на самом деле. Давайте, пусть подходят. Баф на 7 ходов. На 4 хода. Все, самое время их жарить. Опытный Кенсей. Ну что ж. Так вот. Опытный Кенсей падает за одну секунду. Так, хорошо. Что мы здесь хранили? Что мы все делали? Давайте разберемся. Так. Что-то мы нашли. Уже неплохо. О, мы нашли. Отлично. Мы нашли меч охотника за головами и сможем получить. Ух ты. Это же эпический кинжал. Нет, вручный меч, ладно. Согласен. Вручный меч мы сможем надеть этому герою, на самом деле. Тогда можно будет этому друиду надеть вместо посоха что-нибудь со щитом. Который даст нам уклонение, защиту и так далее. И мы будем вообще в шоколаде, на самом деле. Так, так, так. Давайте это и добьем. А, все, закончилось быстрее, чем я думал. Давайте хильчик. Наверное, здесь ударчик. И добьем. Не, не получилось, к сожалению. Так, тут мы справились. Тут, думаю, следующим образом получится. Можно в югу кинуть. Бавчик. Убить. В общем, выпуск, наверное, он получится немножко долгий. Длинный такой. Потому что очень много всего в этом выпуске. Я на самом деле еще нарезал капитально. То есть это все заняло кучу времени. Беготня по карте, изучение там чего-то. Но в конечном итоге я очень доволен. Потому что мы много всего сделали. Много всего успели. И надеюсь, сейчас еще чем-нибудь на нем хорошее. Блага они вот тут не могут стрелять так. То есть просто пропускаем их к себе. Проворная русалка. Что-то было. Проворная русалка выглядит не очень страшающе, если честно. Ну давай, проворная русалка. А это что? Какая-то суперсильная русалка. Для этой русалки у меня есть подарок. Подарок выглядит следующим образом. У меня есть специальный спельчик. Где-то он здесь есть. Вот он. Да, это что нужно. Неплохой спельчик на самом деле. Так, я понял. Босс такой. Несерьезный. Я тут думал, какой-то капитальный дэмэдж. Еееей. О, теперь мы еще и магистра стрелкового звука можем получить. Ну вообще прям. Осколок воздуха. Все в куче. Все просто в куче. Ну что ж. Придется, придется все это вам показать сейчас. Потому что как-то уже и не хочется закрываться. Заканчиваясь вот до того, как мы все это посмотрим. Так, первая задача. Мы вылечиваем капитана в городе Крэг. Мы привели ему Каспара. Свообразная болезнь. Она имеет магическую природу. Да и определенная связанность с темной магией. Но есть что-то еще. Что-то рвает себя. Сейчас не время строить догадки. Мне надо кое-что проверить. И для этого мне нужны ингредиенты и реактивы. Можете мне их добыть? Что вам нужно? Мне понадобятся втове ягоды. Их можно найти в тенистом лесу. Гриб, который известен как эфийский махомор. Серая ртуть можно купить на рынках в Карталии и Морской Гавани. Так, у меня все есть вообще. Карталии, Морская Гавань, Серая Ртуть. Хорошо. Купим. Купим. Так, принесли осколок воздуха. Нужно его сдать. А для этого нужно победить вот этих вот ребят. Я думаю, мы с ним справимся, конечно. Но... Всякое может быть, на самом деле. Да, вроде исправляемся. Да, они не слабые, конечно. Ничего не скажешь. От одного из них уничтожить, задалека постараться. У нас есть шансы. Давайте больнем. Отлично. Давайте массовый хил. Чтобы хоть как-то вырулить ситуацию. И... Больнем. Вот так вот. Отлично. Одного победили. Теперь уже будет попроще. Крайне мере. Так. Продолжаем кастить. Они очень сильные. Но видите, у нас партия уже справилась, на самом деле. Сразу же отдохнем. Еее. Значит, мы получим еще одного освоения. Итак. Что у нас здесь? В общем, после всех правд и неправд, я разобрался, как это решить. Получается, каждая кнопка отвечает за то, какой эффект будет происходить. То есть, если мы нажимаем в одни кнопки, они плиты поднимаются, другие кнопки плиты опускаются. То есть, на самом деле, нужно было просто разобраться, какую комбинацию нажать. Поэтому я это сделал. Я вам покажу. Во-первых, нажимаем на среднюю плиту четыре раза, чтобы опустить плиты некоторые. Дальше получается, на левую нажимаем один раз, на правую два раза. И один раз на центральную. А, нет, точнее, три раза на центральную, да, да. И все. И получается, таким образом мы устраиваем все плиты. И можем пройти в самый верх. Это, конечно, такая сложная, достаточно задача. Просто нужно было посидеть, подолбаться, потому что здесь несколько непростой процесс. Так, давайте сохранимся. И поехали. Ага, вы считаете себя героями, но вы просто пыль, в которой играет ветер. Посмотрим, сможете ли вы мне сдуть. Как-то не впечатлил мне его урон, если честно. Ладно, так посерьезнее, согласен. Призовно. Давайте маскинчик. В югу. Ой. Я случайно пропустил только что диалог, но, в принципе, суть в том, что мы прокачали, кстати говоря, посох, если ошибаюсь только что. Ой-ой-ой. Вообще отличная вещь. Во-первых, дает усиление магии. Во-вторых, 15% шансов, что противник заснет. О, хорошо как. Это вообще потрясающе, на самом деле. Это очень хорошая вещь. Ничего не скажешь. Так, отлично. Мы, на самом деле, в очереди будут освоения елата, которая позволит нам немножко чувствовать себя свободнее, потому что мы сможем телепортироваться в многие интересные места. Чисто, от всего выбраться. Так. Бочка белая жидкость, это восприятие или, да, или вот это. Воу. Воу. Полегче, сколько вещей. Это хорошо. Мне нравится. Ну, кстати говоря, давайте сразу же испытаем вот здесь вот эту штуку. Еее, мы попали в Антийские горы. Да, это телепорт. Ой-ой. Какие-то новые противники, на самом деле. Выглядят злые вещи. Где ваш пенем сабенько проходит? Нет, я вам просто не повезал пару раз. Так, ладно, ребят, новые противники, это уже что-то новенькое, поэтому давайте продолжим в следующем видео. И так очень много произошло всего в этом выпуске. Я надеюсь, вам понравилось, было интересно. Не пропускайте новые выпуски, потому что я думаю, честно говоря, что мы уже потихонечку близимся к эндгейму. И будет очень интересно. Поэтому всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok